От щенка до жирафа все нуждаются в помощи, если очутились на краю пропасти между жизнью и смертью. И хотя такие спасения отдают драмой, они бывают комичны, лиричны и заряжают нас добротой. В Халер-парке, одном из самых известных в Кении, был замечен жираф с шиной на шее, которую он подцепил во время кормежки. Что делать? Спасать! На поиски животного в зарослях кустарников и на болотистых участках у команды специалистов ушло около трех часов. Самый сложный и ответственный момент в таких случаях – анестезия. А на этот раз жираф еще и заснул в неудобном месте, на склоне. И когда ветеринары приступили к лечению, он скатился, едва не задев своих спасителей, дергался во время укола, что довольно опасно, ведь удар жираф ей ноги может убить и льва. Животному ввели антибиотик, оперативно обработали рану. И покинули его, едва жираф стал приходить в себя. Волонтерам поступил звонок о собаке с щенятами, она пряталась в траве у дороги. Бедолага, видно, так настрадалась от своей непрекаянности, что встретила людей чуть настороженно, но вполне приветливо. Собачье семейство перевезли во временное жилище, назвали маму Молли, а малышей Леон, Линда и Луна. Молли глазам своим не верила, очутившись на теплой пеленке рядом с миской еды. Не материнство, а курорт. Спустя месяц она уже полностью доверяла людям и кормила щенят прямо на кровати, лежа на спине. А в свободное от забот время играла с такой же рыжей, как сама кошкой Мэгги. В два месяца ее крепыши напоминали упитанные бочонки. Когда они выросли и пришла пора расставания, хозяева нашлись и для мамы, и для щенят. Вороватые еноты часто проникают на чердаки в канадском Торонто. Но этого плутишку от пищевых излишеств разнесло, как винни-пуха у кролика, и он просто застрял в крыше, не успев осуществить преступный план. Приехавшему на вызов специалисту по отлову диких животных Скотту Лидлу пришлось повозиться с освобождением непрошенного гостя. Он пробовал вынуть его петлей, руками, напрасно. Ничего не оставалось, кроме как прибегнуть к помощи ломика и расширить отверстие. Оказавшись на свободе, мохнатый пленник не проявил благодарности, шипел, рычал, и когда Лидл опустил его на зим, с ледяным спокойствием неспешно удалился, будто и не был источником переполоха. Старая истощенная собака с ужасной раной на спине брела по улицам, словно в оцепенении. У нее не было сил даже на сопротивление, и сотрудникам службы спасения не составило труда ее забрать, просто накинув на нее покрывало. Ей дали прозвище Эдит, хотя никто особо не надеялся, что она выживет. Эдит ввели внутривенные жидкости для лечения обезвоживания, сбрили шерсть вокруг раны и удалили из нее паразитов. Оставалось ждать, восстановится ли организм хрупкой собачки. Пусть медленно, но чудо все же произошло. Посмотрите, да, Эдит стара с обвисшим ухом, но она жива, упитанна и, похоже, довольна жизнью. Позволь мне тебя вытащить, упрашивает мужчина, угодившего в сети совенка. У него нет перчаток, а тот с перепугу угрожает растопыренными лапами с нешуточной длины когтями. Действовать приходится осторожно и быстро, чтобы не покалечить птицу и не пораниться самому. Наконец, путы обрезаны. Сова ошалела от неожиданности, но один толчок и взмахи крыльев чертят в воздухе прощай. От удара машины пострадал уличный щенок, кровь, шок, дезориентация. У него сломана челюсть и наверняка бы он погиб, если бы не попал в руки службы спасения животных. Его бережно доставили в больницу. Две недели Барнаби, так назвали щенка, окружен комфортом и опекой. Его кормят мягкой пищей, колят обезболивающее, и молодой растущий организм быстро идет на поправку. Не понадобилось даже фиксировать кости. Но едва Барнаби достаточно окреп, как его вернули домой. Еще месяц наблюдали за его состоянием, а вот что было дальше неизвестно. Выхаживать раненых – дело благородное, но много лучше, если бы смышленный, за несколько дней научившийся давать лапу пес, нашел настоящий дом, а не прозябал на улице. Супердикий котенок с обездвиженными задними лапами был обнаружен в провале грунта, в жиже, рядом с септиком. Вероятно, эта девушка стала первым человеком, с которым он контактировал. В ярости от испуга и боли котенок шипел и пытался ее укусить. Шансов, что он начнет ходить, почти не было. Ему дали обезболивающие. Чтобы малыш привык к ней, девушка целыми сутками носила его на руках. И постепенно он превратился из злюки в неженку. Вслед за эмоциональной произошла физическая трансформация. Благодаря гимнастике и растяжке его лапки однажды дернулись. Тогда на него надели что-то типа ходунков, и совсем скоро котенок мог бегать, прыгать, лишь легкая хромота напоминала о прошлом. Обессиленная хрупкая кошечка умирает на дороге. Может, упала, может, сбила машина. Внешних повреждений нет, но будто маленькая тряпочка, она лежит неподвижно. Котенка доставили в больницу, обследовали и поместили в вольер. И мал-помалу обезболивающие и хорошие условия привели Кроху в чувство. Она еще нервничает, но уже проявляет знаменитое кошачье любопытство. И отличный знак, ее уши встали торчком. Заботы о выздоровевшей Крохе взяла на себя семья, которая и обнаружила ее в минуту опасности. Теперь ее зовут Хоррера, и она просто счастлива, что может быть беспечной и игривой, как все дети. Ради двух бездомных псов, у одного из которых нет половины задней лапы, была проведена целая спасательная миссия. Они никак не желали подходить к представителям службы спасения. Пришлось заманить их в ближайший двор, хитростью надеть на них поводки и затолкать в переноску. Напуганные псы, которых сразу окрестили Лоуренсом и Хадсоном, скалились и рычали. Но стоило им прибыть в безопасное место, как Лоуренс тут же смекнул, этот день лучший в их жизни. После стрижки и ванны он почти не стрессовал. Хадсону из-за боли ввели успокоительное, поколдовали над его раной. После курса реабилитации и воспитания друзей было не узнать. Человеческое участие превратило облезлых дворняк в очаровательных милах. Протянуть руку помощи, дать шанс выжить, приютить бездомного, накормить голодного – это заложено в каждом из нас. А вам, друзья, доводилось выступать в благородной роли спасителя? Пишите свои истории в комментариях. Ставьте лайки этим добрым трогательным спасением и делитесь роликом в соцсетях. С вами была Марго, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok